В Магадане зафиксирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. С этой темы начал свой регулярный брифинг мэр Магадана Юрий Гришан. На 8 сентября в статистику инфицированных попали 33 человека. Несмотря на то, что новый учебный год в регионе начался в очном формате, власти не исключают возвращение к дистанционному обучению. Вместе с тем в Магадане началась прививочная кампания против гриппа. В первую очередь ей охвачены сотрудники медицинских и образовательных организаций, а также люди старшего возраста. Власти призывают не игнорировать возможность привиться от гриппа. Это в том числе позволит ослабить хватку COVID-19 в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Компания стартовала, что лечебные учреждения готовы делать прививки. Кстати говоря, в период проведения голосования будут работать медицинские кабинеты и будет организовано непосредственно на избирательных участках возможность привиться от гриппа. 4 сентября в Магадане стартовал отопительный сезон. Процесс не однодневный, для полного заполнения систем, а также ликвидации возникающих неполадок требуется несколько дней. На данный момент отопление запущено во всех объектах социальной сферы и более чем 70% жилых многоквартирных домов. В ряде случаев тепло до сих пор не попало в дома к магаданцам из-за пустующих квартир, в которых произошли аварии. Специалисты напоминают, что в таких ситуациях МЧС вправе вскрывать жилые помещения для устранения неполадок, а должные подготовки к отопительному сезону напоминают и жителям частных секторов. Трубопроводы должны находиться в изолированном состоянии, они должны быть тоже опрессованы, промыты. Это не просто прихоть Магадан-теплосети, это делается для того, чтобы в зимний период на тех участках, которые принадлежат владельцам жилых домов, не было аварий. Также на брифинге глава города поделился хорошей новостью. Получено положительное заключение экспертизы проекта старого здания Краеведческого музея. В ближайшее время документы будут направлены в Министерство культуры Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения. Это еще в рамках празднования 90-летия Магадана. Это подарок городу от Министерства культуры финансирование строительства старого здания Краеведческого музея, который войдет в состав музейного комплекса города Магадан. Экспонатов там уже миллион. Кроме того, возобновить свою работу клуб юных моряков «Навигатор» на базе ДТЮТ, в рамках которого мальчишки и девчонки научатся вязать морские узлы, получат базовые знания по основам судоходства, а летом в хорошую погоду будут отрабатывать полученные навыки в бухте Нагаева.